МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Бизнес-среда». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти дни в Чебоксарах проходит масштабная международная научно-практическая конференция и выставка электротехнической отрасли Релав-Экспо-2013. Подробнее в нашем первом сюжете. Цель выставки Релав-Экспо-2013 – показать потенциал предприятий республики, которые выпускают устройства релейной защиты и автоматики. То есть такое оборудование, которое быстро определяет и выявляет в электроэнергетической системе поврежденные участки при аварийных ситуациях. Впервые выставка прошла в прошлом году. В 2013-м площадь экспозиции значительно увеличилась. Вы, те, которые приехали на эту выставку, подтверждаете, что выставка востребована без административного давления. И вот эта площадка столицы города Чебоксары на самом деле дает нам дополнительные импульсы для того, чтобы мы, защищая свои интересы, свой бизнес, конкурируя мировыми компаниями. В Чебоксары приехали представители из 52 регионов страны и гости из Австрии, Канады, Франции, Белоруссии, Украины и Сербии. Экспозицию выставки осмотрели представители Росатома и Росгидро. Собрались производители и потребители электрооборудования в Чебоксарах неспроста. Город Чебоксары, столица нашей республики, является мозговым центром релестроения. Новые ученые, новые разработки производственники внедряют. Очень так быстро меняются на этом потребительском рынке. И мы должны, опережая все эти события, все складывающиеся ситуации, конкурируя на рынке, продавать свой товар. Я хочу сказать, что конкурентоспособность компаний, которые находятся на территории Чебоксара, они были исторически, так сложилось, что здесь высокоинтеллектуальное оборудование для сетей, оно производилось здесь и для генерации в том числе. И я хочу сказать, что когда формировалось новое устройство релейной защиты, многое, иностранные компании взяли как раз отсюда, с Чебоксар. Продлится «Релавэкспо» 2013 до 26 апреля. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. В прошлой нашей передаче мы рассказывали, как получить кредит в банке, если не хватает залоговой базы. В этой передаче мы расскажем, как можно получить микрозайм на льготных условиях. В июне 2009 года в Чувашской Республике было создано Агентство по поддержке малого бизнеса. С появлением этой структуры у предпринимателей появилась возможность получать микрозаймы на льготных условиях. Основной целью деятельности Агентства по поддержке малого бизнеса является предоставление займов субъекта малого предпринимательства, зарегистрированного на территории Чувашской Республики. Срок заимствования составляет один год. По программе с МСП банком составляет три года. Максимальная сумма займов – 1 миллион рублей по обоим программам. Займы предоставляются по ставке и рефинансированию Центрального банка на дату заключения договоров. На сегодня ставка рефинансирования Центрального банка РФ составляет 8,25% годовых. Необходимо, чтобы они были зарегистрированы на территории Чувашской Республики. Это основное требование. Необходимо, чтобы предприниматели или юридические лица были зарегистрированы не менее 6 месяцев. А в случае, если они вновь созданы и их с момента учреждения прошло менее 6 месяцев, необходимо дополнительное поручение действующих юридических или юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, деятельность которой ведут не менее 6 месяцев. В основном предприниматели и юридические Елицы берут денежные средства на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования различного автотранспортных средств, погашение имеющейся судной задолженности. Агентство по поддержке малого бизнеса – одна из структур подведомственных Республиканского Минэкономразвития. Кредитный рейтинг организаций уже дважды повышался рейтинговым агентством «Эксперт-РА». В настоящее время действует рейтинг «К» высокий уровень надежности. Данный рейтинг для обычных предпринимателей подтверждает только то, что наша организация имеет высокий уровень надежности. За эти годы через агентство по поддержке малого бизнеса микрозаймы получили порядка полутора тысяч предпринимателей на сумму более 600 миллионов рублей. Это позволило достичь значительного социального эффекта. Только в 2012 году удалось сохранить около четырех с половиной тысяч рабочих мест и создать порядка 1400 новых. Развивается сеть представительств агентства в муниципальных образованиях Республики. У нас открыто обособленные подразделения в монопрофильных городах, как Новочебоксарск, Канаш, АлатР. В этом году планируется также открытие трех представительств в городах Ядрин, Мариинский посад и город Шумиле. Подробнее о деятельности агентства, а также о том, как получить микрозайм, можно узнать на официальном сайте агентства по адресу, который вы видите на экране. Чуваши активно участвуют в пилотных проектах, призванных облегчить доступ к населению государственным муниципальным услугам, а также улучшить предпринимательский климат в регионе. На днях с рабочим визитом в Республике побывал эксперт Национального института системных исследований проблем предпринимательства. О том, как реализуются эти проекты в Республике, в нашем следующем сюжете. Оценка регулирующего воздействия позволяет учитывать мнение бизнеса, мнение общественных объединений предпринимателей, опоры России, территориальное управление, территориальное представительство торгово-промышленной палаты, территориальное представительство деловой России, местных ассоциаций бизнеса. Бизнес сам может принимать активное участие при проведении публичных консультаций и излагать свое мнение по тому или иному вопросу, по той или иной проблеме, которую предлагают решить органы-разработчики, вывешивая на своих сайтах и на общем сайте для публичных консультаций проекты нормативных правых актов. Чувашия у нас входит в топ-10 лучших регионов по данному направлению. Если говорить о последнем, новые данные, на апреле 2013 года он 5 место занимал. Не менее успешно идет реализация проекта по предоставлению услуг по принципу одного окна. Чебоксарский многофункциональный центр уже принял тысячи посетителей. Мероприятие по созданию МФЦ в Российской Федерации берет свое начало еще с 2008 года. Именно тогда в отдельных регионах начали реализовываться пилотные проекты по созданию МФЦ. Сначала это были небольшие организации, на которых просто отрабатывались принципы, заложенные в саму идею МФЦ. На данный момент, в 2013 год, все это переросло в масштабные мероприятия по созданию обширной сети МФЦ практически в каждом муниципальном образовании. Что сказать об общих успехах? На данный момент в более 70 регионах Российской Федерации создано примерно, по данным Минокоморазвития России, примерно 700 офисов МФЦ. Что я могу сказать о позиции Чувашской Республики по развитию системы МФЦ? На мой взгляд, давать какие-то оценки – это все-таки привилегии Минокоморазвития России, в первую очередь. По их оценкам, последним оценкам, на апрель 2017 года Чувашская Республика занимает стабильные, срединные позиции в общем рейтинге регионов. А теперь ставшая традиционная рубрика «История успеха». История семейного бизнеса началась в самый разгар кризиса. Анатолию на заводе, где он в то время работал фрезеровщиком, сообщили о сокращении. И в то же время у него и его жены, Елены Толстовой, родился ребенок. Нужно было что-то предпринимать. В сложившихся обстоятельствах супруги решили, что кризис – это время для возможностей. И нужно их просто определить. Прогуливаясь по магазинам, я заметила, что я не могу подобрать своему ребенку тот матрас, здоровый матрас, который необходим. Я обращала внимание, что нет того товара, который бы по цене и по качеству соответствовал уровню безопасности, скажем так. Поэтому я решила, изучив материалы в интернете, с других производителей, и обладая определенными знаниями в области текстильного бизнеса, я решила сделать матрас для своего ребенка. Компания разработала линию детских ортопедических матрасов под торговой маркой Baby Dream и предложили их магазинам детских товаров на Чебоксарске и Чебоксарах. Увидев образцы первых матрасов, потенциальные покупатели стали просить разработать комплекты в кроватку и конверты на выписку. Оригинальность дизайна и добросовестное сотрудничество позволили расширить линейку ассортимента и клиентскую базу покупателей в регионе. Сегодня Baby Dream предлагает не только детские ортопедические матрасы, но и другие товары, такие как комплекты для новорожденных, комплекты в кроватку и комплекты на выписку из роддома. Существенную роль в достигнутых успехах Елены и Анатолия сыграла государственная поддержка. Начиная свою деятельность, естественно, мы нуждались в определенных средствах, финансовых средствах, потому что бизнес развивался и необходимо было и закупать новое оборудование. Поэтому мы зашли на сайт, знали, что сейчас существует определенная поддержка, финансовая причем, и зашли на сайт администрации Чиваше в раздел «Малое и среднее предпринимательство» и увидели перечень оказываемой поддержки. И в разделе, где выдают гранты на 300 тысяч, мы попробовали подать заявку. Но изначально мы, конечно, в это не верили, думали, что это все своим да нашим, но попробовали, думаю, попробовать ведь ничего, от этого не потеряем. Кроме того, там нужно было написать бизнес-план, и бизнес-план у нас уже был, и нам он на каждый год все равно самим нужен. То есть мы, в общем-то, делая нужную работу, могли еще получить на это деньги. И так получилось, что нам эти деньги дали. Закупили оборудование, создали новые рабочие места, запустили трикотажное направление. И, в общем-то, очень довольны. Спасибо государству, что оно оказывает такие вот вещи, поддерживает предпринимательство. Вот этот вот успех, скажем, в получении 300 тысяч, мы стали как бы активнее искать, какие еще есть формы. И мы участвовали в выставках в Москве, и возмещение получали за выставки. Кроме того, мы обращаемся к специалистам из Минэка или из администрации, спрашиваем, какие формы вот именно для нашего предприятия возможны. И мы, вот кроме возмещения участия в выставке, обратились еще в агентство поддержки малого бизнеса за получением займа. В первый раз мы получили займ в 1 миллион рублей, на что приобрели дополнительно оборудование, это стегольную машину, и машину «Мерседес-спринтер» для доставки товаров до наших клиентов. Это тоже сделало существенный, скажем, скачок в нашем бизнесе, то есть позволило нам, опять же, опережать наших конкурентов. Совсем недавно предприниматель из Новочебоксарска стала победителем престижного конкурса «Российские премии фонда «Сити» в области микропредпринимательства за 2012 год» в номинации «За успешный старт». Награду Елене вручал советник президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Конечно, мы можем сколько угодно говорить о том, что мы развиваемся, мы зарабатываем деньги, нам государство помогает, но тем не менее, одним из важных аспектов, и мы можем помогать еще в скамейке ставить, обществу в целом или еще кому-то, но прежде всего, я как работодатель, прежде всего должна обеспечить достойным уровнем жизни своих сотрудников. Мы стараемся создавать у себя на предприятии благоприятные условия труда, как в психологическом плане, так и в финансовом плане, и в социальном плане. То есть у нас преимущественно женщины работают, и поэтому уровень зарплаты, если изначально, когда мы начинали, он был в районе минимальной зарплаты – 5-6 тысяч, то сейчас он составляет 12-15, а у некоторых там 18 тысяч. Мы ввели два года назад бесплатное питание для своих сотрудников, потому что мы считаем, что женщина так устроена, что все деньги, которые она зарабатывает, она тратит на семью и на детей. А чтобы она могла хорошо зарабатывать для своей семьи, она должна быть всегда, скажем так, самосытая и довольная. Поэтому мы вот не деньгами это компенсировали, а именно вот питанием. Кроме этого, мы проводим корпоративные мероприятия, которые сплачивают наш коллектив. Проводим обучение наших сотрудников в той же торгово-промышленной палате, очень хорошие курсы проходят, которые тоже сформируют. Мы отправляли своих сотрудников в Голландию для обучения, тоже за счет компании. Поэтому каждый сотрудник, который в нашей компании хочет расти, развиваться, он получит это развитие. По традиции мы задали Елене вопрос про ее предпринимательское кредо. Я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что ему предназначено, что ему нравится, и делать это профессионально. Если человек умеет хорошо конструировать одежду, пусть он этим делом занимается, но он не должен задумываться о том, как это будет продаваться. Если человек умеет хорошо организовывать работу, пусть он этим тоже занимается. А моя работа будет объединить этих людей, и чтобы каждый получал действительно профессиональный рост и приносил пользу обществу. Поэтому формула успеха проста. Занимайся тем, что тебе нравится, и приноси пользу обществу. И в завершении полезная информация для предпринимателей. Увидимся в эфире национального телевидения в мае. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова